Россия занимает одну из верхних строчек мирового рейтинга по количеству употребляемого алкоголя на душу населения. Эти данные отнюдь неутешительны, если вдобавок учесть тот факт, что спиваются не только молодежь и старшее поколение, но и активно к этой пагубной привычке пристращаются и несовершеннолетние. По данным ОВД Артемовского городского округа, за 6 месяцев 2011 года на 32 подростков были составлены административные протоколы за употребление алкоголя. А также к ответственности привлечены 8 предпринимателей, в чьих торговых точках был реализован этот товар лицам, не достигшим 18 лет. О том, что продавцы нарушают закон, они это прекрасно знают. То, что по правилам они должны соблюдать 171-й федеральный закон. Все. Об этом они знают все прекрасно. И о том, что у них должны быть в обязательном порядке торговлю осуществляют у нас только юридические лица алкогольной продукции. И то, что у них должны быть лицензии, они об этом все прекрасно знают. И то, что запрещается продажа несовершеннолетним лицам, они об этом тоже знают. То, что у них это должно висеть на тех отделах, где это реализуется, они прекрасно об этом знают. Просто единственная, какая дополнительная информация, я не только говорю, что по алкоголю там или почему-то приходит к нам из Министерства торговли и питания и услуг Свердловской области, мы всегда размещаем это через объявления в нашей официальной газете или на сайте администрации сейчас размещаем. И еще крупным предприятиям фактически копии документов этих разносим. Но, видимо, не всегда эта мера оказывается действенной. Поэтому 13 июля Совет Федерации одобрил законопроект, который вводит уголовную и административную ответственность за продажу детям и подросткам алкогольной продукции. За неоднократный сбыт алкоголь несовершеннолетним продавец теперь будет нести уголовную ответственность и наказываться высокими штрафами, либо исправительными работами. Мнение жителей Артемовского городского округа о том, изменится ли ситуация с продажей спиртных напитков гражданам до 18 лет, вступлением в силу данного закона, неоднозначное. Это бесполезно, потому что, если надо будет, найдут люди, а то и... А это же опять приведет к самогону варения. А что вы думаете, что нужно сделать, чтобы все-таки остановить... Надо занимать молодежь, занимать работой, отдыхом. Вот что надо сделать. А чем еще? Ну, что можно сделать молодежи, я не знаю. Вообще-то мало активных у нас, мало организаторов, которые бы это могли. Может быть, где-то и есть, но у нас это не наблюдается. Не, я на самом деле в курсе насчет такого нового введения, но мне уже есть 18. Но на самом деле, когда не было этого закона, мне продавали, когда мне было 17. Так что, я думаю, это будет в пользу. Это нужно? Да, это нужно обязательно, потому что очень много ребят, которым еще нету 18, пьют и пиво, и водку, и все им это продают. Я думаю, наверное, все-таки, что продавцы один все равно будут продавать. Все равно будут продавать алкоголь. А как вы считаете, с чем связано, что молодежь спивается? Ну, с рекламной пива, наверное, по телевизору. Все-таки это так массово было. Поздно спохватились. Запрещать рекламу и так далее. Как думаете, что нужно все-таки предпринимать, чтобы остановить алкоголизацию населения? Я не знаю. Больше, наверное, работы в школе. Больше работы просветительской. То, что это вредно и так далее, и так далее. Только так, на спитании. Однако, несмотря на то, что детям, подросткам, молодежи практически нечем, да и, собственно, негде занять свое свободное время, работа с ними все-таки ведется и на уровне образовательных учреждений, и на уровне администрации АГО. Если мы все будем выполнять законы так, как они прописаны, все, начиная, может быть, от маленьких детей, заканчивая руководителями государства, конечно, меры будут действенны. Ну, скорее всего, найдем лазейки какие-нибудь. И мое личное мнение, что от алкоголя отвлечь можно только организацией досугой, вниманием, заботой родителей. У нас часто происходит как? Дети предоставлены сами себе, и поэтому, к сожалению, заняться им нечем. Часть семьи не видит необходимости в образовании, то есть ребенок не хочет ей учиться, не хочет ей участвовать в общественной жизни. Появляется очень много свободного времени, спортом не занимается, ничем не занимается. Дети предоставлены сам к себе, родителей рядом нет, и тянет к употреблению алкоголя. Эйфория понравилась. Поэтому вот мое мнение, что организация досуга, привлечение детей к общественной жизни, к самоуправлению. В колледже мы этим как раз и занимаемся. То есть у нас и научно-практические конференции проходят. Дети могут выразить себя самовыражением, заняться в научной деятельности. Это у нас и концерты на сцене, допустим. Это у нас и деятельность клуба «Реал» реализации нашей. Это у нас и спортивные секции. И вот в этом случае я думаю, что детям будет гораздо интереснее жить, допустим. Они будут понимать, что они хотят, планировать свою будущую жизнь, будут видеть перспективы. И в таком случае, наверное, употребления алкоголя не будет. Ну а закон, конечно, нужный. Нужно принимать, нужно ужесточать, чтобы молодежи, маленьким детям не продавали алкогольные напитки. А вы все-таки, как вы считаете, что нужно еще более такое масштабное, даже на уровне города? То есть какой-то спортивный клуб, чтобы действительно было привлечение? И в плоти там буквально с пятого класса? У нас спортивные секции в городе есть. Но вот, наверное, вы же молодежь. Но вот, наверное, каких-то других центров недостаточно именно в городе. Куда бы могла пойти молодежь, допустим, уже 15-16 лет. Если есть, то в основном связано, опять же, с алкоголем, да, где они смогут приобрести этот алкоголь и, соответственно, опять же, его употребить. Хотелось бы, чтобы были больше таких центров. Спортивные есть достаточно, наверное. Можно еще развивать. Продумывать занятость молодежи не только, наверное, до 18 лет, но и старше. Потому что заняться-то нечем. Идем к магазину, покупаем алкоголь. Маленькие смотрят, видят, чем занимаются взрослые и повторяют. Как правило, дети копируют то, что видят в семье и то, что видят вокруг. По словам Галины Уточкиной, работать с детьми по вопросам, что можно и нельзя, вредно и полезно, нужно с раннего возраста. Вы знаете, наверное, даже раньше нужно. В 10 лет уже человек более-менее сформирован. И переучить гораздо сложнее. Вот, наверное, все-таки вот сейчас обратили внимание по линии ГИБДД. Учат совсем маленьких детей в детском саду, в первом классе, правилам дорожного движения. Это ведь тоже не случайно. То есть что получается? То есть они уже сразу запомнили, родители останавливают, нельзя идти на красный свет. Мы проводим очень много мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактики ВИЧ-инфекции, табакокурения, алкоголизации, токсикомании, наркомании. И, в принципе, вот если судить по нашим результатам работы, то мы считаем, что люди, они откликаются на наши мероприятия. Много у нас желают участвовать в мероприятиях, привлекаются к нам в ходе наших акций. Ну и потом результат мы спрашиваем у людей, то есть как вот вообще это, ведут ли они здоровый образ жизни, или лучше предпочитают выкурить сигарету или выпить бутылку пива. Ну вот кто как реагирует. В принципе, вот у нас есть волонтерский отряд, верь мне, они, значит, проводят акции такие. Вот в апреле мы проводили акцию «Никотин, алкоголь, враги твоего здоровья» на улицах города проводили. Вот, и ребята у нас проводили соцопрос. Значит, занимаются ли наши жители физкультурой по утрам, или там на стадионе занимаются ли, вообще соблюдают ли режим здорового образа жизни, или там нарушают его. Вот, ну, в принципе, все по-разному реагируют. Вот, вот в период акции мы меняли сигареты на конфеты. Кто-то, значит, отдавал и 2-3 сигареты на конфеты менял, да, что там угостить товарища, там, или ребенку дать. А кто-то и отказывался. Конфету хотели взять, но сигарету не отдавали. В общем, кто как, все по-разному. Вот, что же, как вот еще можно молодежи, конкретных даже, несовершеннолетних, привлечь, чтобы все-таки у них не было вот этой тяги? Что нужно сделать, какие-то, может... Больше, больше привлекать в участие различных программ, вот, различных программ, вот, и, ну, и в том числе профилактика, тоже в первую очередь. Вот, самое первое направление работы, вот, чтобы добиться каких-то результатов, это профилактика. То есть больше уделять внимания вот этому направлению. Ну, и также у нас разрабатывается же очень много программ, вот, сейчас у нас программа есть «Молодежь Артемовского городского округа». Там очень много разделов включено, в том числе и патриотическое воспитание молодежи, вот, духовно-нравственное воспитание. Поэтому мы стараемся как можно больше проводить таких мероприятий и вовлекать молодежь в наши мероприятия. Зачастую некоторые предприниматели сами активно ведут борьбу с продажей алкоголя и ТБК несовершеннолетним. Например, члены некоммерческого партнерства «Капитал» во главе с Тимофеем Шелякиным выезжают на проверочные рейди с сотрудниками ОВД, в том числе и по своим торговым точкам. Помимо этого ведутся с работниками и подробные инструктажи. Каждое утро на планерке директор предупреждает продавцов, что сейчас очень большие штрафы входят до уголовной ответственности. То есть не только того, кто продал, но и юридического лица. То есть до лишения лицензии на торговлю алкоголем. И каждое утро все девочки предупреждены, что не должны продавать несовершеннолетним. То есть у нас просто спрашивают паспорта. А, ну, случается такое, что все-таки пытаются? Пытаются. Очень много раз пытаются, говорят, паспорт забыл дома. Да что, по мнению, видно, что ли. Конечно, бывает. Но все равно стараются все строго соблюдать закон. А как иначе? У нас директор всегда говорит, что лучше потерять немного выручки, чем нарушить закон. И даже вот всегда на рейды ездит тоже. То есть проводятся же рейды совместно с полицией, еще там с какими-то общественными организациями. То есть он тоже всегда выезжает и по магазинам, и везде, в том числе и в нашем. У нас каждое утро перед сменой проводится пятиминутка. Инструктаж, напоминания, все, что есть нового, говорится. Бывает такое, что несовершеннолетние приходят и просят продать им спиртные напитки или сигареты. Все равно спрашиваю. Некоторые даже смеются, говорят, что не выглядим на свои годы. Я говорю, нет. Поэтому все равно требуем паспорт. Бывает даже ошибаемся. Людям по 22-23 года, но выглядят молодым, но паспорт все равно дают. А кто уже попадался не раз, они уже всегда с паспортом ходят. Сама молодежь Артемовского городского округа, а конкретно подростки, единогласно поддерживает мнение взрослого населения в том, что крайне необходимо чем-то увлекать всех, чтобы в юном возрасте отбить тягу к употреблению алкоголя, табака, а также прочих, совсем не влияющих положительным образом на организм человека, веществ. Как вы вот свободное время проводите? Ну, гуляю с друзьями, играю в компьютер, телевизор смотрю. Что вы думаете, что нужно делать, чтобы все-таки молодежь, несовершеннолетние, меньше тянулись к алкоголю, к сигаретам? Какие-нибудь развлекательные программы устраивать, кинотеатр, например, построить даже, чтобы меньше было времени свободного. Как вот вы свободное время проводите? Ну, на свежем воздухе. Я на рыбалку. Мы купаемся на велосипедах. А как вы считаете, что нужно делать, чтобы все-таки молодежь не употребляла ни алкоголя, ни курила? Что нужно для этого в целом делать? Тяжелая тема. Не знаю, даже не знаю. Наверное, больше где заниматься чем-нибудь, чтобы... Ну, то есть там, не знаю, площадка какая-нибудь. Ну, не то, что как для детей, а для подростков, допустим. Какие-то развлекательные мероприятия, да? Ну, не то, что развлекательные, там, центр какой-нибудь можно было даже. То есть мы бы хотели, чтобы в Артемовском такое было? Конечно. Конечно, хотели бы. Ну, так как бы живем. Умерит ли пыл нечестных предпринимателей новая статья Уголовного кодекса покажет время. Но и простым гражданам не нужно проходить мимо, видя факты даже не то, что нарушения закона, а в прямом смысле действий, приводящих к гибели страны путем спаивания ее юных граждан. Субтитры создавал DimaTorzok